Бывают ли в хорошем состоянии нет центральной улицы. Наша телекомпания регулярно снимает сюжеты о неудовлетворительном состоянии дорог, находящихся в спальных районах. Люди годами ждут ремонта и на некоторых улицах действительно дождались. Трассой федерального уровня стала дорога около горпищекомбината на улице Фирсова. Хотя еще недавно водители предпочитали объезжать ее стороной. Раньше была тут вся разбита и просто трава и грязь. Она была с огромной рыбой, поэтому тоже надо проезжать особенно. Значительно преобразилась дорога на перекрестке улиц Весенние и Чкалова. Ровно асфальт и новенькая разметка появились здесь всего пару недель назад. О прошлом состоянии дороги местные жители вспоминают с ужасом. Она вся была в ямах. Действительно невозможно было даже ехать. Если едешь, можно было даже что-то там и оставить. Живу я здесь очень давно, с 1975 года. По этой дороге вообще невозможно было проехать. Машины, одни ямы были. Сейчас мы очень благодарны. Сделали прекрасно. Едешь как по стиральной доске. Километров 10, чтобы не растрясти все, что там везешь, детей и прочее. Вот. Сейчас как по маслу. Хорошая дорога появилась и около детского садика номер 123. Правда, длится она недолго. Всего несколько десятков метров. Зато дальше водители встречают привычные ямы и ухабы. Разделительная полоса хорошего и плохого асфальта проходит прямо по пешеходному переходу. О том, какой вред машине наносит такая езда, знают механики. Для автомобиля это очень вредно. Представьте, хромой человек без костылей. Ему тяжело ходить. Для машины то же самое. Разбивается подвеска, рулевая и, соответственно, дорогой ремонт. Однако стоит отметить, что в целом прогресс состояния рязанских дорог все же есть. Водители отмечают, что выбирать маршрут становится легче. Раньше работали просто на ремонт ходовой машины. Теперь уже есть дороги, по которым можно проехать. То есть те дороги, которые не отремонтированы, их можно объехать. Тем не менее, пока Рязань заняла лишь предпоследнее место в рейтинге автомобильных дорог, который составил портал «Суперджок». Проголосовать можно было за один из 37 городов. Оценки Рязани поставили около 500 человек. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».